Александр, что вы думаете? Я хотел бы сказать, что расчеты правильные все рассчитали, а вы не знаете, что они другаясь с ними документами пользуются. Хотелось бы узнать, когда в городе, когда голова наведет в порядок и странство у нас, когда вот эта мафия у нас исчезнет. Понимаете, я говорю, вот я сейчас получу повышение только потому, что люди, мои друзья, которые работают за рулем по 12 часов, вот это вот вынижение тарифов ложится только на их плечи, они не зарабатывают, они не вытянут. Они говорят, Саша, вы, да, мы промолчали первый раз, когда вы сказали не поднять. Но вы что обещали? Сломать кребет этой матики, чтобы мы перестали платить деньги, перестали вздуем платить. Вот это они говорят, потому что мы сейчас уже терпеть не можем. Когда вы сломаете кребет этой матики? Вопрос сейчас не об этом. Я водителей абсолютно поддерживаю, ребята, все на ваших плечах. Вот лично те, которые по 12 часов сидят за рулем, я представляю, потом спина больная, детей не видите, жен не видите, это понимают. Когда вы сломаете... А так это ты один понимаешь? Нет, нет, не я один, ребята, не я один. И посчитал по 2 гривны, по 2 гривны тарифу. Ребята, не я один понимаю, просто... А другие только считают. Вопрос не к вам, вот, к тем, кто сидит по 12 часов, когда не видят... Хорошо, а какое время? Почему же не так порядок? Да, вот я задаю вопрос. Почему? Почему нам стали платить? Это вопрос копчен. Возьмите на заправку, вот так это у меня. Возьмите. Конечно. Нет, что мы... Или борисов. Почему? Вы близко просите... Успокойтесь, пожалуйста. Это ж уже вопрос, и не уйдит. А мы собираемся по проверке тарифов относительно хребта мафии, где не совсем корректно отвечать, потому что вы задали вопрос, когда это сделает вернскую голова. Вот. Но я отвечу таким образом, что перебивать хребет мафии, это, наверное, не обязанность местного самоуправления. Для этого есть правоохранительный орган. И если у вас есть какие-то факты, подтверждающие существование мафии, и тех или иных схем, наверное, их надо изложить в органы прокуратуры, или визы, в культуре безопасности. Меня зовут Волисполком и Следственного комитета. Второй раз изложили вам центр журналистских расследований уже по полочкам, уже даже видео есть. Вы сочли, сочли за эволюцию. Для этого есть правоохранительный орган. Давайте будем обращаться к ним. Хотя бы вы назначили служебную проверку внутри. Понимаете? Внутри вашего ведомства транспорта. Что вы задали? А что делать там? И кто? И что надо? Ура! Ура! На процесс, на уже... На солнце, на бегу! А сичем вы смелитесь, если Каратенко Громом убил? Ура! По повышении тарифа! Вот, вам повысили! Что повысили? Спасибо тебе за повыс...